Радио Болтком Пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет? Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ну, а мы открываем нашу программу. Программа «Климат-контроль». Константин Рангс, ученый, журналист, морской геолог, журналист, пишущий о науке, популяризатор науки. У нас сегодня на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Когда мы... Вот странно, как быстро все-таки меняется все в мире. Две недели мы не встречались. И когда в прошлый раз мы разговаривали, тогда еще все ходили в куртках, шли дожди. И, в принципе, так вот... Когда мы говорили о том, что идет на нас волна жары, мы говорили об этом. Ну, как бы, ну, идет, ну, возможно, идет. Уже все так устали, может быть, от такой прохлады, что хотелось, ну, наконец-то, чтобы я успела летняя жара. И вот она пришла, когда плюс 31, и духота, и тропические ночи. И, вкусив это, конечно, хочется сразу обратно сдать назад и снова какой-то такой вот легкой, все-таки чуть-чуть прохладной погоды. Что нас в ближайшее время ожидает? Какая ситуация, вот какие прогнозы на ближайшую, ну, хотя бы неделю? Ну, во-первых, надо сказать, прежде всего, с запада на восток движется такая широкая полоса дождей. И первые дожди, возможно, будут уже в течение ближайших 48 часов. Потом дожди повторятся, две волны, они как бы сольются вместе. И, в принципе, после этого мы будем наблюдать понижение температуры. Ну, по разным подсчетам, это должно быть где-то в начале следующей недели, имеется в виду понедельник, и температура должна будет опуститься до фантастических значений на следующей неделе. Плюс 20 днем и плюс 13-14 ночи. Так что тот, кто хочет твою прохладу, он ее получит. Ну, комфортная, комфортная, мне кажется. Правда, прошу прощения, температура, все-таки солнце возьмет свое, температура должна подняться где-то до 24-25 днем, где-то 17-18 ночью, но это, что называется, не точно. Так что мы знаем, что сейчас очень интересная вещь. Очень мощный антициклон, он все-таки как бы как медуза расползается в разные стороны. Таким образом, вот этот период жары, он сдается под напором идущего западом циклонического блока. Но не все в Европе этому будут радоваться. Например, несчастная Италия и так, которая уже дожила до того, что там реки пересохнут. Например, знаменитая полка. Что от нее осталось? В городе Милане даже заявили, мысль такая была о том, что не мыть голову два раза при подготовке в парикмахерской, один раз. Ну, шутки шутками, но это действительно большая проблема, особенно для сельского хозяйства, поливать-то нечем на полях. Так что там, кстати, как раз и останется жаркая погода. А вот во Франции, Германии, Польше и у нас наступит вот это самое благословенное похолодание. Жара ожидается также по-прежнему и на Балканах. Она сейчас там есть, там еще будет продолжать. Вообще там, в этих местах сейчас такая зона жары и духоты, потому что очень мощные ливни там были, грозовые, по всему Черноморью, по кругу. И поэтому, собственно говоря, атмосфера там тоже не самая такая легкая. Но, как говорится, что жаловаться-то, вон итальянцы. Вообще представь себе, что если бы, допустим, река Лелупе начала пересыпать, это означало бы одну очень интересную вещь. Река Лелупе стала бы соленой. Если у нас сократится сток в реку Лелупе, то возникнет эффект обратного движения воды из Рижского залива. И вода в Лелупе стала бы солоноватой. В Даугаве тоже густеет, даже, может быть, до Риги это дошло. Но, кроме этого, масса других таких вещей. Смотрите, например, если здесь вот европейская, восточноевропейская равнина изнывала, изнывает от Ры, то, например, на Урале минувшей ночью были заморозки. Неужели? Да, да. И, скорее всего, будут еще. Вот. Но, с другой стороны, чуть вы дальше двинетесь. Там жарище. Но потом вы дойдете до реки Енисей, до Саян, до Красноярского, юга Красноярского края, а там потоп. А потом вы двинетесь дальше, к Байкалу, к Бурятию, а там жарище. Причем жуткое тоже, хорошо, за 30 градусов. Но и под конец вот этой зебры, жара, дожди, жара, дожди, вы доберетесь до Японии, в Токио поставлены температурные рекорды, жара. Так что, собственно говоря, особо нам тут и переживать нечего. Сколько раз повторяю о том, что, в принципе, у нас здесь очень и очень все благополучно. Хоть-вуть-вуть. В других же странах мы наблюдаем, в самом деле, такие перепады. То есть, вот то, что в природе нет какого-то равновесия, а перепады между жарой и потопами, это, в принципе, нехорошо, наверное, для сельского хозяйства. Да это и для людей физически нехорошо, потому что для очень... Это же, во-первых, скачки влажности, температуры. Что такое жара, влажная жара? Это означает, что ваш организм не в состоянии остывать путем потоотделения. Ну, не испаяется пот. Раз он не испаяется, он не охлаждает ваш организм. Вот и все. Очень серьезная, большая проблема. И поэтому об этом нужно говорить. И, в принципе, об этом и говорят, что это действительно проблема. С другой стороны, очень сильная сухая жара. Люди пересыхают элементарно. Есть одна очень большая опасность, о которой стоит говорить. В жаркую погоду мы иногда забываем пить достаточное количество воды. И многие люди начинают в жаркую погоду страдать. Например, у них начинают побаливать почки. Цвет мочи, прошу прощения за натурализм, никуда не денешься, становится темный. Это очень опасный признак. Это означает, что не хватает организму воды, чтобы вымывать благополучно всевозможные продукты распада. Мочевая система нам сделана, как говорится, природой не для красоты, мягко говоря. Это важнейший инструмент очистки организма от продуктов распада, которые происходят непрерывно. Мы же непрерывно обновляемся. И вот если у вас мало воды, то у вас ухудшается работа этой системы. А гущая кровь, тяжелее сердца. В общем, тут, как говорится, жаркая, особенно жаркая, влажная погода. Это очень большая проблема. Но и жарко-сухая, только другая проблема. Вот это, об этом тоже нужно говорить. И специалисты об этом говорят. Только чаще всего люди об этом слушают, только когда их прижимают сами. Или, как говорится, в расчете на то, что вдруг пронесет. А сколько воды нужно пить в жаркое время, чтобы чувствовать себя нормально? А вот как раз и нужно пить, чтобы все хорошо работало, струилось весело, чтобы действительно вы не чувствовали. Тут проблема-то вон какая, знаете, как с медленно вареной лягушкой. Мы выпили, мы, условно говоря, кофейку выпили. А кофе – активно мочегонное вещество. Как и чай крепкий. Они способствуют потере воды. А это плохо. То есть, условно говоря, выпивая чашку кофе, вы должны выпить здоровенный стакан воды. Не ради, знаете, понтов. Или, так скажем, потому что это полезно. Или, допустим, стильно так принято для вкуса. Потому что это надо. Потому что это самое кофе. Эту воду из вас выгонит. И если вы этот стакан не выпьете, то тогда будет изыскиваться вода в организме. А это плохо. Так что, когда говорят о том, кому полтора литра воды в день достаточно, я имею в виду воды, а не кофе, не крепкого чая, не даже, собственно говоря, такие вещи, как кефир. Мы пьем это, нужно учитывать. Когда вы, допустим, квас в холодном супе. Но если квас у вас сладкий, то учтите, что вашему организму придется избавляться, в том числе от этих, если вы что-то в сахар. Ну, в общем, короче говоря, в жар, так скажем, диета в жару должна быть максимально легкая, с минимальным содержанием тяжелых продуктов для организма. Кстати, у каждого человека ведь свои проблемы. У диабетика свои, например, причем у разных диабетиков разные. У сердечника свои, у почечника тоже свои. Поэтому мы должны просто за собой следить, кто за нами следить будет. А занятие спортом? Просто вот сегодня, идя на радио, как раз обратил внимание, что два человека в возрасте бежали на такой пробежке. Но чувствовалось, конечно, что было им тяжело, поскольку уже сейчас там начинает подниматься температура. Вот можно ли бегать в жару, заниматься спортом? Слушайте, если вы молодой и тренированный, то, наверное, может. А если вы это делаете через силу, вот потому что вот вы приняли решение, я никогда не отказываюсь от своих правил. Вот знаете, ну тогда вы можете отказаться от них уже на больничной койке. Вот в чем проблема. Далеко не все люди в такую непривычную для нас температуру, они способны выдержать. Причем самое, что обидное, это же не выглядит как вот, не всегда точнее, выглядит как человек бежал-бежал и упал. Знаете, как тот марафонец легендарный. Нет, отнюдь нет. Дело все в том, что зачастую человек пришел с пробежки, пришел домой, вроде бы кажется, все нормально. Он пришел домой, дома кондиционер, он не чувствует вот этого ощущения, что ему организм подсох изрядно. По сути дела, это уже не человек, это вобок. И через какое-то время у него может случиться сердечный приступ. Так что, в принципе, если уж человек занимается активно спортом, то у него должен быть и врач, который, так скажем, отслеживает. Мейтс Илеевич идет не о молодых людях, здоровых молодых людей, а о людях, которым хорошо так допустим за 50. Потому что, когда начинаются соответствующие возрастные изменения, они приходят и к женщинам, и к мужчинам. Просто мужчина-то не так выражен. Но происходит перестройка организма. Зачастую люди как бы даже не отдают себе отчет, а почему же я всегда хорошо себя чувствовал, а теперь вдруг не стало. Когда-то все это случается первый раз. Так что это мы должны понимать, что весь наш путь, как говорится, от пеленки зловонной до смердящего савана, как было сказано в одном кинофильме классическом, так вот как раз мы должны понимать, что ухудшение всегда будет происходить. И каждое лето, каждый сезон жары может быть тем самым сезоном, который будет для вашего организма, скажем, достаточно потайным. Не хотелось бы говорить утром в пятницу о таких неприятных вещах, но об этом нужно говорить. Нужно понимать, что в свое время в молодости можно совершенно спокойно вечером всю ночь гулять, выпить хорошо пика или чего-нибудь еще, а на следующий день идти на работу. А через какое-то время вы начинаете замечать, что уже, собственно говоря, и даже безалкогольное пивко в старых объемах у вас просто-напросто давит, потому что вам вообще даже воду пить в таких количествах нельзя. Понимаете, вот это очень важный момент, что нужно пить воду, но с другой стороны и перебарщивать тоже нельзя. Попробуйте, надо вписаться между этой целой и хоридой, между этими двумя, так сказать, ограничениями. Поэтому я-то считаю, что нужно просто-напросто об этом говорить со своим врачом. Насколько вот эта жара становится, ну вот летняя жара, я имею в виду, уже не то чтобы традиции, но то есть можно считать это изменением климата, от которого убежать уже не удастся, потому что каждый раз, когда мы слышали раньше, ну а каких-то таких скачках температурных, воспринималось многими это просто, ну какой-то аномальный год. Ну да, вот аномальный год с аномальной жарой. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что каждый год все время устанавливаются все новые и новые температурные рекорды, мы понимаем, что что-то происходит. Ну, каждый год становится аномальнее и аномальнее. И вот это вот уже рост этой аномальности уже сам превращается в какой-то стабильный тренд. И вот это уже и позволяет говорить о том, что как ни крути, а надо как-то приспосабливаться к изменению. Тут же есть очень много таких неприятных нюансов. Например, вот с метроэнергетикой говорили. С одной стороны, понимаете, какая получается вещь? Когда вот такая жара, большая потребность электроэнергии для кондиционера. Но при такой жаре полное безветрие. И все, ветрогенерация прекращает. Исчезает вода вред. Следовательно, прекращается работа гидрогенерации, гидроэлектростанции. Да, Солнце, но дело все в том, что солнечная батарея сколько может дать, столько она не может дать больше, чем дает Солнце. Вот проблема. Вы можете, конечно, новых батарей понастроить. Теоретически возможно. Но проблема такая еще одна есть. При такой жаре повышается содержание пыли. Она мало того, что в воздухе висит, она еще на батарейке. Надо мыть постоянно. Мыть нечем, воды нет. Значит, сдувать надо. В общем, короче говоря, вот когда начинаешь смотреть, все не так просто, как иногда кажется людям, которые далеки от техники и технологий. Вот это проблема, конечно. И об этом думаю. Кстати, на последнем сейчас был саммит в Мадриде. Там больше все говорили про вступление Финляндии, и еще ясно и в НАТО. Но как-то совершенно прошло в тени как раз пункты, посвященные такой вещи, как участие вооруженных сил стран НАТО в мероприятиях по спасению населения в случае катастрофических явлений. О том, что это нужно будет делать все чаще и чаще. О том, что необходимо, чтобы армии стран НАТО были экологические. Ну, имеется в виду, что топливо у них должно быть с нулевым выбросом, ну и так далее, и тому подобное. Можно, конечно, над этим иронизировать, но дело все в том, что проблема-то, она все равно стоит, и ее каким-то образом надо решать. Потому что если ее сейчас не решать, то тогда нужно будет признать, что за последние десятилетия политики Европейского Союза, особенно те, кто сосредоточился в Брюсселе, просто-напросто всем так вполне благополучно вмешали лапшу на уши. Или, точнее, это можно сказать так, нам поставили светлые и красивые идеалы и цели, путь к которым тяжелее, чем последствия. Пока еще такого нету, но такое может быть. Вот это тоже нужно учить. И вы посмотрите, сейчас будет очень интересный момент, какие будут дискуссии в преддверии осенней волны выборов в Европе. Не только у нас выборы. И вот это очень тоже интересно. Как будут относиться избиратели к зеленой повестке. Кстати, есть большое опасение, что многие избиратели сочтут, что нужно решать проблемы сегодня, а не шибко думать о том, что будет в 2050 году. Ведь в конечном итоге все эти принятые решения, они не являются незыблемыми. И вот поэтому сейчас идет разговор, что в принципе мы должны каким-то путем решать проблему этих изменений климата. Но самое-то огорчительное. Население всех развивающихся стран это всего лишь одна восьмая, ну чуть может подмечу, чем население всей остальной планеты. Вот этот пресловутый золотой миллиард. А посмотрите, куда девать остальные семь миллиардов человек. Которые тоже хотят жить так же припеваючи, как этот золотой миллиард. И разводят руками. Все говорят, что боливар не вынесет двоих. Простите, если все начнут так жить, то планета ну просто с копыт долой. Ну, Джейк, говорят о том, что наступающее вымирание населения, потому что, прошу прощения, развитый золотой миллиард как-то не шибко плодится. А это что означает? Это означает, что новые члены золотого миллиарда будут рекрутироваться из оставшегося мира. И вот этот оставшийся мир вполне уже злобно смотрит на то, что вот этот золотой миллиард что-то пытается сделать, но не входит в положение. Слов много. О том, что мы вот все это делаем для того, чтобы потом вся планета воспользовалась этим. Но на практике ты что ведь получаешь? Получается, вот сейчас был сюжет на канале «Ембраньюз» о том, что нужно самолетом переходить на экологическое углеродонейтральное топливо. Да, технология позволяет. Вот финны уже сколько, 10 лет они работали, они уже производят авиационный керосин из пней. Пней у них много, вот они могут делать авиационный керосин. его смешивать с натуральным, уменьшается количество выбросов, ну, некомпенсированных дилет. То есть, вроде бы, все хорошо. Но представьте себе, о чем думают в третьем мире. Вы делаете новую технологию, потом заявляете, что мы пытаемся добиться того, чтобы к нам в Европу могли летать только самолеты, которые заправляются этим горючим. и вы можете это горючее покупать на заводах, которые мы вам построим. На наших заводах, на вашей территории. Или же, извините, летать к нам будут только наши самолеты. Знаете, какое? И третий мир, он уже начинает скрижетать зубами, что, собственно говоря, вы заранее всей этой истории зеленой ставите в нас в, так скажем, в тяжелое положение. Нечестной конкуренции, нечестной конкуренции, да, можно сказать? Ну, получается, что это, ребята, это нечестная игра. Тем более, что те люди, которые, например, уже сейчас страдают от климатических изменений, этим людям нужно помогать не в расчете на то, что будет через 25 лет, им нужно помогать уже сейчас. То есть, это другая концепция. И вот на этом нужно учитывать, что, да, это действительно так. Климатическая ситуация, она становится тяжелее. Но вопрос, какие выводы и какие должны быть решения. Вот то, что сейчас происходит, например, выяснилось, что нету резервов, нету энергетических резервов в случае резкого увеличения потребления электроэнергии. действительно, а что тогда открываем, запускаем угольные станции в Европе? Это вопрос. То есть, в свое время угольные станции, они были таким жупелом, то, от чего нужно отказаться, в первую очередь, для пути по зеленому, ну, по зеленому пути, да? а сейчас, сейчас внезапно... А сейчас случаются, что это те станции, которые проще всего запустить. Проще всего. Проще всего нарубить уголька, примести, размолотить, смешать с водой, его с водой смешивают. И такую вот массу засовывать, топ, и все, турбины работают, электричество подается. Все. Проверенная, можно сказать, за полтора столетия проверенная технология. И вот это действительно, посмотрите, тот же самый Китай отнюдь не собирается грохнуть всю свою энергетику. Пример Австралии, где блэкауты пошли. И в чем причина? В том, что страна, которая обладает грандиознейшими запасами угля, решила, что углем больше как бы неудобно будет. Но люди хотят иметь электричество. И, кстати, хотят иметь электричество больше. Вот это проблема. Потому что именно в жару, как мы уже сказали, что необходимость для того, чтобы работали кондиционеры, вентиляторы, там, это все требует электричества. Холодильники, опять-таки, для хранения продуктов. Обреснительная аппаратура. Далеко не в Север, везде, прямо мягко говоря, стоят, так называемые, солнечные аппаратные. В очень многих местах работают аппаратные, аппаратные, которые используют электричество или прямую энергию сжигания. Ведь что такое аппаратные? Вы берете морскую воду, кипятите ее, потом улавливаете пар, и вот этот пар практически дистиллят. Вот и есть та вода, которую вы будете использовать. Так что, собственно говоря, энергия опять нужна. идеальный вариант, если бы вы эту воду кипятили благодаря работе солнечного котла. Ну, нет, конечно, очень хорошо, кто бы спорит. Но беда опять заключается в том, что, если, например, будет пасмурная погода, а ведь, заметьте, в тропических зонах очень часто бывает так, осадков нету, а вот эта вот пленка облаков есть. Так что, мне кажется, что, конечно, сейчас проблем-то очень много, и мы от них никуда не днем. У нас есть между тем звонок 6 212-93 Доброе утро. Ну, вы знаете, с холодильниками тоже двояко получается, ведь он выделяет тепло. Он холодит в середине, а я зашла в маленький магазинчик, где много холодильников, у них была жара в магазине, а вот что с этим делать, спасибо. Спасибо. Вы знаете, холодильник вот наш, это тот же самый тепловой насос, о котором очень часто говорят в высоких трибун, о том, что надо завязывать со всякими другими видами, надо использовать энергию, и вот используя тепловые насосы. Тепловой насос есть у нас практически 99% квартир и домов. Это холодильник. Холодильник не создает холод. Что такое холод? Холод это уменьшение энергии. Он просто перераспределяет количество энергии на самом деле практически не меняется. Количество тепла. То есть тепло, которое было внутри этого белого ящика, ну или у кого-то по модернам, может быть, внутри этого ящика холодильного, вот эта энергия тепловая, она перемещается на заднюю стенку холодильника, который, как вы можете пощупать, она горячая. И чем сильнее вы ставите положение, и чем выше температура в вашем доме, тем горячее становится задняя стена. Вот это никуда от этого не денешься. Вы просто тепло перераспределяете в пределах своего дома или кухни. холодильник. Если, предположим, вы свой холодильник, возьмете вот эту холодильную часть, там, где трубочки, и зароете глубоко в землю, то что у вас получится? У вас получится, что вот эта задняя решетка, оставить ее дома, она тоже будет горячая. Почему? Потому что вы будете с помощью этой холодильной системы перекачивать тепло, охлаждать там землю или воду, если в озеро опустите, ну, допустим, землю лучше. Будете выкачивать оттуда тепло и закачивать его к себе домой. Но в масштабах, что называется, всей системы количество тепла не меняется, оно просто меняет свое место. Вот так вот обратный вариант. Если вы у себя ставите холодильник, а горячую штуку на улицу, это всем известный кондиционер. Почему они там крутятся, эти вентиляторы? Потому что им нужно охладить все вентиляторы, все кондиционеры снаружи дома, это обогреватель, который греет окружающую среду, чтобы выкачать тепло изнутри. То есть, говорится, ничто ниоткуда не берется и ничто никуда без следа не девается. мы в замкнутой системе, по сути, поэтому да, в холодильнике, если вы поставите в магазине или в вашем доме несколько холодильников, то у вас будет пекло. Вот способ обогрева. И тепловой насос это просто такой большой холодильник, у которого большой радиатор один находится в среде, а другой вот там, где происходит другой радиатор. у вас кольцей. Что хорошего в этом? Перегнать тепло и гораздо экономически эффективнее, чем его создать. Вот в чем дело. Электромоторчик холодильника, если бы мы ставили задачу греть кухню, берет гораздо меньше энергии, чем соответствующие теплоотдачи электронагревания. Вот о чем. Хитро. Да. Понимаете? То есть вот что происходит. Электромоторчик, а бывают же кстати холодильники без электромоторчика, неважно. Принцип же какой? Принцип тот, что холодагент, вот этот прион, который находится в холодильнике, он циркулирует. И система построена таким образом, что его заставляют бегать по кругу. И в одном месте он испаряется вот внутри холодильника. И когда он испаряется в этих трубках, температура падает. Но он же откуда? Он же сразу начинает забирать тепло из морозильной и холодильной камеры. Он накрывается прион, его гонит насос, что называется, во внешний радиатор, и он тут уже начинает отдавать свое тепло, отстывать. То есть на самом деле вся бегать по кругу. Заставить прион бегать по кругу экономически, энергетически гораздо эффективнее, чем просто взять и начать греть вот это помещение только самое тепло. Поэтому и разговор идет, что тепловые насосы это вещь, конечно, очень эффективная и эффективная, как показали. Одна проблема, дорогие. по крайней мере, пока они дорогие и они хороши, когда у вас есть индивидуальный дом. А когда у вас есть, например, уже в надоквартировом доме, тут уже должны работать какие-то мощные производственные системы, которые просто так не пойдешь и не купишь. Поэтому я хочу сказать, что да, холодильник, одно другое, очень важный момент. Холодильник ни в коем случае нельзя плотно прижимать к стену. Вот это объясняет, почему холодильники должны иметь зазор. Кстати, надо сказать, зимой холодильник будет хорошо греть вашу куку. Нет худа без добра. Нет худа без добра. У вас есть такой, что вы туда будете класть, он будет отнимать тепло от того, что вы в него положили, и благополучно тепло этих предметов выбрасывает в заднюю. То есть получается, задняя стенка холодильника приятная в зимнюю пору будет местом, куда можно прижаться и где можно будет отогреться. В принципе, да. Потом пощупайте реально, она гает. Вот подводя итоги, можно сказать, что грядущие выборы не только у нас, но и в Европе, они немножко напрягают сторонников зеленой энергетики, потому что все-таки это требование жертв, оно может не совсем понравиться избирателю, и вот эти температурные сейчас рекорды, жара, они, как ни странно, требуют, я понимаю, увеличения энергии, потребления энергии, что заставляет задумываться о том, что, ну и как прозвучало то, что солнечные батареи не справляются, мелеют реки, безветрия, все это делает бесполезными, в общем-то, вот, ну, такие традиционные способы получения чистой, зеленой возобновляемой энергии. Ну, там, очевидно, есть еще много каких-то, ну, есть решения определенные, например, та же Франция, она лелеет свою атомную энергетику, и понятно, почему. Но, кстати, есть еще одна проблема. Если ваша атомная станция стоит не на берегу моря, а внутри страны, и она охлаждается протекающей мимо рекой, то есть шансы, что река обмелеет, и вам придется глушить атомный ряд. Кстати, тоже нюанс. Ну, ну, в принципе, мы должны действительно понимать, что и волнение зеленых ситуация достаточно напряженная, и избиратели, которые прежде всего думают о том, что они будут есть, что пить, и как согреваться в течение ближайшего сезона, да, они могут отвернуться от тех политиков, которые будут призывать Италия жертвовать сегодняшним комфортом во благо нашего света. Спасибо большое, Константин Ранкс, программа «Климат-контроль», ученый-журналист, морской геолог, журналист, пишущий о науке. Мы встретимся в следующую пятницу. Спасибо, хорошей неделе, до свидания. До свидания. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова